всем привет дорогие мои подписчики сегодня алёша будет отвечать на вопросы которые вы задавали ну там немного было но в принципе интересно я думаю вам будет послушать ответы я задам кое-какие вопросы которые у меня есть и ваши вопросы тоже зачитаю для начала задам те вопросы которые задавали в принципе где-то у меня под одним видео просто его не нашла но запомнила что нужно будет тебя спросить скажи пожалуйста какие блюда тебе больше нравятся какой кухне какие блюда ты предпочитаешь то есть если у тебя любимая кухня будет ли это та кухня которую мы готовим например или мы привезли каким-то образом оттуда из украины да то есть вот либо ты предпочитаешь североамериканскую кухню какая твоя любимая такая какие блюда ты предпочитаешь я не знаю мне любая кэтчен в принципе нравится любая кузин мне нету такой как одной которая предпочитаю я помню что мне перед этим не нравилась индийская кухня очень я как и вообще не любил но мне в последнее время стало нравиться к и тоже очень потому что я пошел в хороший ресторан попробовал там я не знаю как африканская индийская до китайская украинская зевероамериканская французская это знали как мне любые блюда нравится мне больше всего наверное нравится какая-нибудь паста как и макароны итальянские больше всего этому что-то как мои самые любимые блюда кроме этого мне как не важно что мне все нравится вопрос который задала валерия алексей если бы у тебя был выбор поехать работать и жить на неопределенное количество времени и в любую страну мира куда бы ты поехал или остался бы в канаде спасибо как чтобы жить в стране на неопределённое количество времени в любую страну то есть имеется ввиду поехать работать и жить на неопределенное время то есть ты бы остался в канаде все-таки это делать или ты бы поехал в какую-то другую страну но я не имею в виду может быть поменять гражданство потому что я не думаю что ты бы сменил канадское гражданство, но... Нет, я бы никогда в жизни не сменил канадское гражданство. Я постоянно буду канадским гражданином. Ничего это не изменит, мне кажется. Я не знаю. Северный... И Соединённые Штаты мне нравятся. Я бы там, может быть, поработал. Quality of life хорошая. Ну, хорошая для тех людей, которые деньги имеют, по крайней мере. Я не знаю. Любая страна в Европе, мне кажется, неплохая. Я бы там пожил, поработал. Extended period of time. Более продолжительное время, да? Да. Да, наверное, как Европа, Америка. Мне бы интересно было побывать в Японии, конечно. И в Южной Корее тоже. Наверное, не знали, я бы там прожил. Потому что quality of life там, я слышал, не самое лучшее. Там тяжело просто жить очень. Людям. Это то, что я, по крайней мере, слышал. Ну, я бы согласен в Соединённых Штатах остаться, наверное. Ну, как не на всю жизнь, но просто как extended period of time. Спасибо. Следующий вопрос. Хотел бы ты иметь братьев или сестёр? Жалеешь ли ты, что у тебя их нет? Ну, иногда было бы более интересно, наверное, с братом или сестрой. Просто иметь кого-то ещё с кем поговорить. Или, я не знаю, как, just have someone else to talk to, I guess, or just play with. It doesn't matter what. Ещё кого-то с кем можно поговорить или поиграть там. Да, но как... Кроме этого, я не знаю, я не очень сильно люблю делить вещи с другими людьми. Нравится, когда я всё имею, поэтому... I'm okay with being an only child. Особенно, если бы у меня бы брат был, мне кажется, мы бы боролись друг с другом for things. I don't know. А так ты купил компьютер, вытащил свою норку, и это твоё, да? Да, потому что у меня есть многие друзья, которые имеют как братьев и сестёр, и они постоянно как fight with each other. То есть борются с друг с другом. И I wouldn't like to do that. А что ты любишь читать? А можешь посоветовать что-то прочитать кому-то? Допустим, какую-то книгу, которая тебя впечатлила. Можешь ли ты что-то кому-то посоветовать? Моя самая любимая книга в английском языке, это очень короткая книга. Называется Heart of Darkness, как сердце темно-то переводится. По-моему, я написал Джосеф Конрад, автор. И мне эта книга очень понравилась. Ну, это просто как про человека, который как британские солдаты. Какой-то британец просто садится на корабль, едет в Африку, чтобы найти какого-то другого британца, или сейлор, который там застрял. И он просто потом понимает, что это человек, которого все как идеализируют. Идеализируют, да. Да, и любят, что он просто превратился в какого-то монстра. И вокруг него находится культ этих людей, которые сумасшедшие, в принципе. И как просто история развиваться после этого. Просто как про натуру человека, и про то, как... Не знаю даже, как объяснить. Просто про натуру человека, и как насколько темный человек может стать, насколько он плохим, даже если он самым лучшим был перед этим. Как насколько человек может быть corrupted. То есть, да, сколько он... Душа человека непредсказуемая вещь, да? Да. Но эта книга, конечно, с надеждой тоже находится, потому что главный персонаж, он как не affected by all of that stuff, он как не коррумпирован, поэтому он как... Приходит обратно в Британию, просто... всю эту информацию держит при себе. Да. Я не знаю, мне эта книга понравилась очень. Кроме этого, мне очень нравится книга Great Gatsby, наверное. Великий Гатспи, да? Да, все про неё слышали. Просто про человека, который слишком сильно доверял людям, мне кажется, да. И просто его... Там это как его женщина была, Дейзи, да? Да. Да. Дура-дуры. Да, она, конечно, дура. Она basically испортила ему жизнь, мне кажется. Да. Да. Ну, просто про... Опять про натуру людей разных, как они себя ведут, насколько интересен этот человек Гатспи был, насколько его жизнь была интересной. Ты ещё читал Шекспира, ты говорил, у тебя у Шекспира есть любимое произведение. Макбет. Мне очень нравится, да. Леди Макбет. Да. Леди Макбет. Я читал Кин Лир. Кин Лир мне вообще не понравился, потому что в этой истории все, мне кажется, полнейшие идиоты. Потому что никто друг... Может быть, это и есть смысл этой истории, что люди просто не разговаривают друг с другом. Потому что если бы люди просто поговорили друг с другом, то они бы разрешили бы большинство проблем, мне кажется. Никто с другом не говорит, все делают assumptions. Я не знаю, как assumptions перевести на... Догадки какие. Да, догадки. И никто с другом не говорит, все делают assumptions, и поэтому одни только проблемы из этого выходят. Может быть, книга про это. Но мне показалось, что большинство персонажей в этой книге просто идиоты. Я еще читал Юли Цезарь. Юли Цезарь, в принципе, нормальная книга, просто история про Цезаря. С немножко больше драмой, мне кажется, чем была в настоящей жизни. Виктория Песклова спросила тебя, помню, что Алекс планирует учиться на врача. Какую специализацию он хотел бы получить, и как ты выбирал эту специализацию? Я еще на специализацию не решил пока. Самая, я думаю, специализация, которая была бы как make the most sense, имела бы больше всего смысла, мне кажется, это было бы, как его, радиолог, потому что я уже знаю, как ультразвук работает, поэтому я бы мог бы пойти в это, это было бы легче для меня. Ну, это профессия, как она немножко, такая boring, я бы сказал, скучная, потому что ты просто сидишь за компьютером целый день, и просто печатаешь, не печатаешь даже, говоришь reports, медицинские разные, и, не знаю, для меня, мне кажется, I would get bored with it. Скучно бы было тебе? Да, мне было бы скучно, мне кажется. Мне бы понравилось, наверное, делать хирург, как surgeries. Хирурги? Да. So, I think I would like that more. Мне сердце очень сильно нравилось, как функция сердца, как структура его, поэтому кардиологом я бы мог быть, наверное, если бы очень сильно захотел. Но проблема с кардиологией, что надо знать, в какую специализацию в кардиологии, в кардиологии идти, потому что то, что люди перед этим делали, как open heart surgery, открыто, да? Да, открыто. Они больше в таких людях не нуждаются, потому что никто open heart surgery больше не делает, потому что все делается через маленькие дырочки. Лапароскопия, да? Лапароскопия, да. Больше в таких специалистах не очень сильно нуждаются. Просто надо знать, куда идти, мне кажется. Ну, либо радиолог, либо кардиолог. Любая surgery. Я знаю, что Вике нравится emergency. О, yes. Я не знаю, я бы в emergency работал. Emergency – это как скорая помощь, ургентная, да. Да, trauma surgeon, basically. Травма, да. Да. Но это было бы, конечно, адреналина дофига. И еще вопрос. В каком возрасте еще не поздно поступать в медицинскую школу? К примеру, в 30 еще не поздно? Я не думаю. Ну, если вы даже на обыкновенного доктора пойдете, как на physician, как family doctor, или как их... Семейный доктор. Да, семейный доктор. То это занимает 8 лет, по-моему, включая undergraduate degree. Если у вас есть undergraduate degree, то я бы сказал, идите, конечно, на 100% доктора, потому что это всего лишь надо пройти MCAT-тест, да? Это сколько там будет? Два года медицинской школы, потом два года resident? Да, да. Что-то на дипа этого. Ну, MCAT, да, по-моему, самый сложный экзамен. У меня многие девочки писали, и они завалили его. То, что он 8 часов идет без перерыва практически. Да. Ну, в принципе, мне кажется, никогда не поздно поступать в медицинскую школу. Ну, смотря, как если у вас есть семья, дети, то должно быть ваше решение, что вам более важно. Я человек, в принципе, такой, что я думаю, что за амбициями надо постоянно идти, поэтому я бы пошел в медицинскую школу, неважно что. Потому что для меня, как ничего хуже нету, чем просто быть в конце своей жизни и думать, realize, что ты свой целый потенциал didn't achieve, я не знаю, как это по-русски сказать. не достиг своего большего потенциала, не использовал свой потенциал. Да, знать, что ты мог быть кем-то лучше или лучшей персоной. Это даже не в теме necessarily профессии, а просто как человек, как быть хорошим человеком. Я думаю, что ничего кроме этого хуже нету. Как you just need to do things that you will never regret. А, нужно просто сделать вещи, чтобы ты потом не жалел. Да. Просто как, чтобы в конце своей жизни ты думал, да, я прожил свою жизнь and I'm happy with it. Like I'm happy with what I do. Я счастлив. Да. Хорошо. И вопрос номер третий. Интересно ли ему побывать в Украине и других странах Европы? В других странах Европы, да, в Украине нет. Я бы в Украину не поехал бы, особенно с ситуацией, в которой сейчас там находится. Нестабильная страна, мне кажется, или по крайней мере новости у нас, так говорят, что нестабильная страна. Я бы туда, может быть, вернулся, если бы успокоилась там немножко. Да. Да. Но вернулся в плане побывать, да, или жить? О, жить никогда, но Канада гораздо лучше страна. хорошо. Теперь я задам тебе некоторые вопросы. Как ты относишься, потому что ты уже вырос у меня, как ты относишься к легализации марихуаны в нашей стране? Потому что, ну, очень многие родители, они как бы на некоторых форумах, которые обсуждаются в интернете, я заметила, что они очень сильно переживают за своих детей. И не знаю, что они говорят, что это легализация марихуаны, это как бы не самое лучшее. Как теперь спасать, можно сказать, наших детей? Что со всем этим делать? Как лично ты к этому относишься? И что ты думаешь по этому поводу? Как ты считаешь, правильно это было решение, неправильное решение? А ты вот молодежь все-таки, ты общаешься с другими молодыми людьми. Каким образом, вот, ты считаешь вся эта ситуация? Мне кажется, что это все perfectly нормально, потому что кроме марихуаны существует гораздо более худший драг, который называется алкоголь. Алкоголь везде, и люди почему-то не думают, что он настолько сильно плохой, я не знаю почему. Но алкоголь гораздо хуже портит жизнь человека, чем любая марихуана может. Марихуана все равно драг, все равно может стать addicting. Addicting это как зависимость все равно может вызвать. Да, конечно же, но марихуана гораздо менее addicting drug, чем алкоголь или чем tobacco даже. Как сигареты. Да, людям, конечно, сигареты и tobacco не очень нравятся теперь, как люди, как vilify. То есть они меньше пурить начали, да? Да, но алкоголь везде все равно находится. Мне кажется, если вы посмотрите даже на статистику drunk driving, сколько людей теряют свою жизнь из-за этого. Вождение в нетрезвом виде. Да, мне кажется, что алкоголь гораздо хуже, но люди про это ничего не думают и don't care about it, потому что он в нашей культуре был уже настолько долго, как с средних веков, basically, даже с древних веков. А марихуана это что-то новое, неопознанное и страшное. И говермент постоянно в 80-х, 70-х годах говорил, что марихуана настолько плохая, это настолько terrible drug, что это gateway drug. То, что, мол, это gateway, это наркотик, с помощью которого можно приобщиться к другим наркотикам. То есть, марихуане давали плохую славу изначально, да? Да, но мне кажется, алкоголь тоже самое делает. Мне кажется, что если вы просто hypocrites, если вы говорите, что алкоголь это окей, а марихуана это не окей. Если вы говорите, что марихуана это плохой drug, но и говорите, что алкоголь это тоже плохо, то я тогда это понимаю, да? Да. Но меня очень сильно удивляют люди, которые imperfectly нормально алкоголь иметь, но марихуана для них это что-то очень плохое. Я этого не понимаю. Потому что что одно, что второе это наркотик. Да, что одно, что второе наркотик, и алкоголь это гораздо худший наркотик, чем марихуана. И при всём, при том, люди совершенно спокойно ставят бутылку с алкоголем на стол перед детьми, правильно, и в то же самое время они говорят, как мы будем спасать наших детей от марихуаны, что, собственно говоря, что то, что то, оно одно и то же. Да, это то же самое, мне кажется, что бокал вина, что, как они по-русски называют, блант тут называется или джойнт. Да, ну то есть сигарета, да, с марихуаной. Да, это всё одно и то же. Косячок, косячок. Косячок, да. Те женщины или люди, которые постоянно бокал вина пьют каждый день, это ничем не different. Это называется casual alcoholic. Это моё пьянение на марихуану. Да, марихуана, конечно же, делает те же самые эффекты, как и алкоголь. когда ты ведёшь машину, когда ты ведёшь машину, это всё-таки считается под влиянием, да, вы ведёте машину, под опьянение, да, в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии марихуаны, да, там, обкуренной, да. Да, это то же самое, поэтому я понимаю, что это эффект, когда люди курят марихуану. Когда случаются аварии, да. Но люди то же самое делают с алкоголем, поэтому, мне кажется, либо разрешите марихуану и алкоголь, либо просто запретите йогу. Презезверите опыт, да? Да, это мой опинин. Стали ли у тебя больше друзья, например, твои курить марихуану, когда с того момента, когда вот увидел ли ты, что людей, которые, можно сказать, бешено, бежали покупать марихуану, толкаясь в очереди, для того, чтобы начать её курить после легализации? Ну, некоторые люди такие, конечно, тут были, которые стали в очереди, чтобы марихуану курить, но через моих, как из моих друзей, некоторые из них попробовали марихуану, как пару раз, и сказали, yeah, it's okay, оно расслабляет тебя, но, как ты, они не курят марихуану каждый день, а это как просто occasional thing, как один раз в два месяца, или что-то типа это. Они просто иногда это делают, that's it. Как, it's not really any difference than drinking, like, beer, or, like, vodka, or something like that. It's just, something you do on occasion. То, что ты делаешь иногда. Ну, приблизительно, как, здесь это называется social drinking, если люди пьют, например, социальный, то есть иногда социально могут выпить бокал вина, то есть то же самое, да, только это в виде сигареты. Да. Я так поняла. Да, как, yeah, I don't know, мне кажется, люди делают из этого как слона, когда, на самом деле, это not a big issue. Плюс, еще одна вещь, это, когда, legalized marijuana, то, мне кажется, все, что это делает, это убирает нечистую марихуану или марихуана, которая лaced with other things, that's a street. И ты, когда от government олегально ее получаешь, ты знаешь, что это как чистая марихуана, и that's it. Это все, что ты получишь, да? Да. Да, но то, что ты получаешь на стрит, не знаешь, или там, что-то другое находится, как ecstasy, или как crystal meth, или whatever, что-то еще куришь там. It's not safe. This just makes it safer. Yeah, более безопасно. Да. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос у меня есть. Я однажды натолкнулась на тему, где родители тоже били тревогу в плане, и причем это очень часто встречается, в плане сексуального образования для детей. Они говорят, что подобное образование расслевает молодежь, делает ее, расслевает, имеется в плане в виду, потому что прививает им какие-то, может быть, плохие взгляды на жизнь, развращает ее, все эти западные культуры, значит, там, ну, ты у меня ребенок, которого, в принципе, я подписывала все необходимые документы для того, чтобы ты получал сексуальное образование. Тебе сейчас уже 26 лет будет даже, да? Через месяц буквально. И вот скажи мне, пожалуйста, каким образом считаешь ли ты, что это полезно, считаешь ли ты, что это нужно детям в образовании? То есть, лично твое мнение, как ребенка, который прошел через эту программу? Я считаю, что сексуальное образование это очень важно. You need to teach it to your children. Вам нужно научить это ваших детей? То, что в католических школах учат, что просто не имейте секса, это, мне кажется, это одно из самых тупых вещей, которые люди говорят на планете, потому что, люди все равно будут заниматься сексом. It doesn't matter. Это постоянно будет существовать. Да, и ты это не можешь изменить. Поэтому, почему просто не научить детей с более раного возраста, что такое секс, и как иметь его protected, как не подцепить, как не подцепить заразы, как not get pregnant, что такое pregnancy, что такое беременность, как не забеременеть, да. Да, насколько это тяжело, сколько это финансово будет стоить. Я помню, нам в школе так говорили, что дети очень дорогие, что вы должны быть ready for it. Когда вы просто учите детей, не учите детей, что такое секс, и говорите просто им не делать этого, это как говорить человеку, не думайте о слоне. как не думай про слона. И что человек сразу делает, он думает про слона, да? Да. Да, это как парадокс такой. Поэтому, мне кажется, это то же самое. Вы просто должны как rationally объяснить своим детям, что это такое, или просто дать школе это объяснить. И просто, я не знаю, мне кажется, это гораздо более эффективно, чем просто скрывать правду от людей, потому что, когда вы скрываете правду, то они не имеют ни knowledge, ни как его способия, как понять, что это такое. Возможете понять, что это такое. Да, что такое беременность, как это, совладать с этим, насколько это дорого, насколько это тяжело все, и как you need to be really ready for it. Люди просто идут и занимаются сексом все равно, и потом они беременеют и говорят, о, у меня теперь ребенок. И guess what, they're not ready for it. They're not gonna be. Они не готовы, да. Они не готовы к этому, они не будут хорошими родителями. Поэтому, если просто объяснить все им, мне кажется, гораздо больше, более, как его, лучшие результаты выйдет из этой ситуации. Поэтому, я считаю, что sexual education очень important. А насчет, как я знаю, очень многие люди боятся, геев, лесбиянок и всякое такое. Это был мой следующий вопрос. Да. Да, и по своей сути мой следующий вопрос был, в каком возрасте ты обнаружил, что есть, существуют люди нетрадиционной ориентации, как ты к ним относишься. И, потому что меня очень часто задают такие вопросы, я думаю, что ты, как молодое поколение, я думаю, ты тоже можешь это каким-то образом пролить свое какое-то мнение на эту тему. то есть, что вот ты думаешь по этому поводу? Я не знаю, я как в пятом классе, наверное, или даже в четвертом, пятом, шестом классе. Где-то в начальной школе я узнал, что есть люди, которые как геи или как лесбиянки или как нетрадиционная ориентация люди. Да. И, я не знаю, я как ребенок об этом, об этом, I didn't care about it. То есть, было все равно, да? Да, мне было все равно. Я как знал, что мне нравятся девушки и, это мне ничего не изменило. Я просто подумал, как, окей, I guess that's a thing. Like, I guess that's something people do. Наверное, это то, что просто некоторые люди делают, Да, exactly. И на меня это не повлияло вообще. И вообще, меня это очень сильно бесит, когда люди пытаются запретить, как геи или лесбиянок, или как пытаются их suppress как-то, потому что, мне кажется, что это вообще none of your business. Это не ваш бизнес, да? Не ваш бизнес, чем заниматься люди в постели. Как если есть два человека, которые, you know, которые, взрослые, взрослые, которые понимают, что такое секс, и они любят друг друга, это who cares? Who cares? Это два человека, две женщины, it doesn't matter. Если это ребенок, конечно, то это проблема, да? Но это заболевание, это педофилия, это ничего общего с этим не имеет. Да, это completely different. И это проблема, потому что дети не понимают и не могут понять, что такое секс, да? Пока. Потому что they're not developed enough. Очень маленькие дети. So, yes, that is wrong. Это неправильно. Да, но когда два взрослых человека, who cares? Почему это ваша проблема? Есть столько много разных других проблем на планете, и люди как пытаются постоянно ненавидеть геев или каких-то другие расы? Какая разница? Почему вы просто не можете judge людей как on an individual basis? Как на индивидуальности брать и за какие-то там личные качества, да? Да. Для меня это ненависть и расизм, это не имеет смысла никакого. Люди пытаются просто категоризировать все. Очень легко. Потому что люди не понимают, или не хотят даже понять, что жизнь это тяжелая вещь, что люди очень complicated. Что они сложные создания. Сложные создания. Нет людей, которые только хорошие или только плохие. Мы все серые. Мы как... We make bad choices, we make good choices. We're all different. Да, мы делаем хорошее решение, плохие решения, мы все разные. Да, но люди очень сильно хотят, чтобы все в жизни было легко, чтобы люди были плохие или хорошие, черные или белые. И люди имеют этот... Как tribalism называется. Это понятие такое, когда люди пытаются categorize everyone. Угу. Категоризировать. как... You look like me, you're part of my tribe. Ты автоматически мой друг, да? Tribe это переводится как этот... Подожди, как он? Как племя? Племя, да. Это племя. Да, есть такое понятие. Это когда, например, я разговариваю с кем-то, и они русские, например. И я когда говорю им, что я русский, они сразу думают, что я автоматически их не друг, потому что я русский, да? Ага. Хотя этого человека вообще не знаю, может быть, они вообще подонок какой-то. Ну, да. Да. И поэтому, как люди об этом думают, или они видят черного человека и говорят, что, о, это человек плохой, потому что он different from me. Да, он другой, да. Да. Это как просто part of your brain that's like from prehistoric times. С prehistoric... Да, слушай, это же обидно, да, что мы как бы до сих пор за собой это таскаем. потому что мы недостаточно умны, как создание. Но, если ты понимаешь, что у тебя мозг так пытается в эту сторону двигаться, и как you need to stop yourself, то вы должны остановить себя и сказать, эй, может быть, этот человек deserves a chance. Maybe I shouldn't judge him right away. Потому что он заслуживает какой-то шанс, и они... потому что самый красивый человек, самый perfect looking person can be a huge, just despicable person. Он может быть отвратительным человеком. И самый ugly человек может быть хорошим внутри, и вы этого не знаете. Но люди просто хотят всех легко судить, чтобы жизнь у них была легче, но жизнь нелегкая. Вы должны как-то actually узнать человека, познать его, чтобы понять, какой он внутри. То есть у вас будут еще какие-то вопросы, которые вы можете задавать? Может быть, в какой-то день я вам опять уговорю, чтобы снять очередное видео? Может быть, немножко по вам она ответила, потому что я... ну, мне бы тяжело более разговаривать по русскому языке, чем на английском. Да. Да. Меня всегда спрашивают, почему я не заставляла тебя учить русский язык? Почему у тебя такой плохой русский? Я не считаю, что у тебя плохой русский, я считаю, что ты хорошо говоришь по-русски. Английский язык, он универсальный, он как везде находится, в любой стране, даже не важно, куда вы поедете, в Китай, мне кажется, в Японии только нет английского языка. Японцы, они как вы должны рассказывать по-японски, и дацет. Да, я не знаю, английский просто более useful язык. Английский, французский, испанский, китайский, все эти языки более универсальные, русский, он как... Все равно многие люди разговаривают по-русски, но он только в России большинство времени находится. Ну да. Поэтому я не знаю, мне английский нравится язык. It's nice. It's nice. Это был самый твой любимый самчик в школе, Один из самых любимых уроков. Да, я по-английскому постоянно получал очень хорошие оценки. И правда, как его, плохие слова на русском гораздо более интересные. На английском не настолько интересные, поэтому русские побеждают в этом. Ну все, Алеш, мы тогда с тобой провели с тобой такое небольшое интервью. Спасибо тебе, что согласился. А, не за что. Извините, что я так, может быть, не очень хорошо ответил на некоторые вопросы, но ладно, я старался. Да. Спасибо, Алеша. Все, все, спасибо за внимание. Всем пока-пока. Если будут еще какие-то вопросы, задавайте. мы попробуем на них ответить. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok